Всемирный день донора костного мозга отмечают каждую третью субботу сентября более чем в 50 странах мира, в том числе и в России. К дате подготовились на Архангельской станции переливания крови. Вместе с добровольцами там побывала и моя коллега Лидия Папуш. Утро на станции переливания началось с викторины, которую подготовили будущие медики. Всем гостям они вручили памятки о том, как стать донором гемопоэтических стволовых клеток. Особенное внимание мы сегодня уделяем этого донорам костного мозга. Как вы знаете, у нас новый регистр создан, полномочия по введению и созданию регистра, переданы правительством Российской Федерации, Федеральному медико-биологическому агентству. И теперь все локальные регистры подают данные в этот новый созданный регистр. В регистр может войти каждый желающий от 18 до 45 лет. Требования такие же, как и к донорам крови, отсутствие онкозаболеваний, а также расстройств психики. Архангельская область – вторая по Северо-Западу по активности в пополнении регистра. Всего в нем сейчас 113 тысяч доноров по всей России. Из них 450 из нашего региона. В год по Российской Федерации примерно 5000 пациентов. Это те пациенты, которым требуется трансплантация костного мозга. При этом примерно 4100 человек – это взрослые и 900 человек – это детки. Для чего это важно и насколько это важно? Ну, любой из нас может заболеть онкогематологическим заболеванием. Поэтому, когда решитесь стать донором костного мозга, вам будет необходимо просто заполнить анкету и сдать образец крови на проверку. А еще не забывайте приходить на донации. Сейчас в этом также существует большая потребность. У каждого свои мотивы, но есть такой девиз – сдай кровь, спаси жизнь. Действительно, возможно, для кого-то это абстрагированное понятие, но для меня это действительно так. Я понимаю, что та доза крови, которую я сдал, она будет разделена на элементы. То есть это могут быть тромбоциты, это может быть плазма крови. И в дальнейшем, спустя какое-то время, после прохождения определенной процедуры, эта кровь действительно будет направлена на то, чтобы помочь человеку, который в ней нуждается. Это абсолютно не страшно. Самое главное – соблюсти все показания и противопоказания. Кстати, для того, чтобы обеспечить хотя бы половину потребности в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, в регистре должно состоять не менее 1 миллиарда доноров. Я считаю, что каждый человек способен сделать хоть одно, но маленькое доброе дело. И если ты чувствуешь себя бодрым, свежим и по здоровью у тебя нет никаких противопоказаний, ты всегда можешь прийти и сдать кровь. Подробности о том, как и когда можно посетить станцию, всегда можно найти в паблике ВКонтакте.